Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. «Я уверен, что эта композиция отзовется в сердцах у многих, особенно тех, кто терял близких», – отмечал артист. Прохор Шаляпин сообщил о смерти супруги 30 сентября 2021 года в США от последствий COVID-19. Она заразилась коронавирусом в начале месяца и была подключена к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что из-за пандемии у Шаляпина не было возможности проститься с супругой. Отметим, что 31 июля Шаляпин сыграл в Лас-Вегасе свадьбу 47-летней Клаудией Дэвис. Через несколько дней женщина заболела ковидом и впоследствии оказалась в больнице. Около месяца Татьяна провела в коме и умерла, так и не придя в сознание. На этом фоне в сети поднялся большой гул из-за возможного пиара артиста на этой истории. Ранее Прохор Шаляпин уверял публику, что никакого обмана с его стороны не было, ведь пиар на смерти – последнее дело. «Мне совершенно плевать, что говорят хейтеры. Какой бред пишут о моей трагедии. Все, что вы видите во мне – это не мое, это ваше. Мое – это то, что вижу я в вас». «Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани не собираюсь. Я никому ничего не должен», – заявил 37-летний исполнитель. По поводу этой истории негативно высказалась бывшая избранница Прохора, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. «Она уверена, что Прохор придумал историю о трагическом браке ради личного пиара, и никакой состоятельной жены у него и не было. Что касается обращения певца в суд из-за этих слов, то Виталина не хочет ничего об этом знать и не боится нападок со стороны экс-возлюбленного. Ничего не думаю по этому поводу. Я вообще не в курсе». Поделилась 42-летняя пианистка. Прошлым у Виталины и Прохора был короткий, но бурный роман. Влюбленные даже всерьез задумывались над тем, чтобы стать не только семьей, но и родителями. Но, судя из ситуации, пара рассталась не на мирной ноте. «Даже часа не прошло, как Танюши нет больше с нами. Это очень тяжело осознавать. Как будто вчера мы все сидели за одним столом и весело поднимали бокалы за здоровье молодых. А тут судьба сыграла не в их пользу. Спустя три дня после торжества Танюшка начала борьбу с ковидом. Сначала капельницы, потом реанимация, затем ИВЛ. Она ушла от нас, не проснувшись. Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот, и мы вновь все встретимся, но увы. Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и паник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности проститься с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют, рассказывал близкий друг Шаляпина, актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе. И правда, все происходящее похоже на действия голливудского фильма. Красивая свадьба с миллионершей, ее тяжелая болезнь, а после и смерть. Через все это всего за пару месяцев пришлось пройти Прохору Шаляпину. Артист до последнего верил, что возлюбленная Татьяна Дэвис сможет справиться с коронавирусом, после чего они воссоединятся. Но факт романа и свадьбы все же был. Знакомство Прохора и Татьяны произошло на корпоративе в Монако. Состоятельная блондинка пригласила Шаляпина исполнить несколько композиций, пообещав ему приличный гонорар. Уже в тот вечер между миллионершей и артистом проскочила искра.